Рождество Рождества Рождество Рождества Анастасия Назримплатницкая Этого торжественного события в Бресте ожидали почти 4 года в новом корпусе учреждения здравоохранения нуждалось особенно за время существования онкодиспансера а это не много не мало практически 7 десятилетий количество пациентов нуждающихся в помощи увеличивалось число хирургических вмешательств в стационаре возросло со 193 в 1950 году до практически 2000 в 2013 Начатые в конце 2010 года работы проводились активно на протяжении всего периода строительства В корпус поставлялось только новое оборудование, удовлетворяющее всем современным требованиям В палатах и кабинетах медперсонала создавались все условия для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно А сотрудники учреждения здравоохранения имели все возможности для оказания качественной помощи И вот долгожданный момент настал Первым оценил масштабы новоселья губернатор региона Анатолий Лис Председатель облсполкома лично ознакомился с созданными в учреждении здравоохранения условиями для получения медицинской помощи Финансировалось строительство в основном из областного бюджета Затрачено в общей сложности более 250 миллиардов белорусских рублей Новый корпус онкологического диспансера рассчитан на 220 коек В здании разместились оборудованные палаты и центр стерилизации Появилось таракальное отделение и реанимация А на последнем пятом этаже 8 операционных, где будут проводиться самые сложные операции Которые теперь будут доступны жителям Берестейского региона Объект вы сами, наверное, могли убедиться, что сделан качественно строителями Прежде всего строителям надо сказать спасибо Сам он по себе функциональный Видно, что и врачи работали в период даже, наверное, при проектировании Потому что сделано все функционально для удобства работы Для удобства больных, которые находятся в палатах и в операционных Вот сочетание такого, что возможности хорошие и для лечения И качественные условия пребывания Вот достоинство вот этого корпуса Поэтому я лично доволен, потому что все при мне, как говорят, проходило Введение нового корпуса ставят перед персоналом областного онкологического диспансера и новые задачи Среди которых повышение качества оказания специализированной помощи Улучшение ее доступности посредством сокращения чередей и времени ожидания Кроме того, уже сегодня ведутся работы по реконструкции помещений под установку нового оборудования Эмиссионного томографа, линейного ускорителя, компьютерного томографа и мамографа Это позволит медикам выявить заболевания еще на ранних стадиях И сократит количество нуждающихся в сложных хирургических вмешательствах К другим темам В новый 2015 год город над Богом вступил под знаменами Года молодежи И с почетным званием Культурная столица Беларуси Еще 16 октября прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко Подписал указ об объявлении 2015 года Молодежи А через два месяца, 12 декабря, в Гродно прошла торжественная церемония Передачи статуса культурной столицы Бресту Этот двойной акцент 2015 года предполагает плодотворную работу Как в молодежной, так и в культурной среде О точках соприкосновения и о том, с какими событиями будет связано большинство мероприятий Расскажет Виктория Драгобецкая Январские музыкальные вечера и Белая Вежа Эти творческие форумы, полюбившиеся недому поколению брещан Безусловно, визитная карточка культурной жизни нашего пограничного города Однако новый статус, статус богемной столицы Предполагает дополнительные привилегии и расширение списка творческих свершений и мероприятий Это различные международные пленеры и фестивали Гастроли известных белорусских и зарубежных музыкальных коллективов А также театральных труп Однако большинство инициатив на творческом поприще Так или иначе будут связаны с основными культурными темами 2015-го Мы делали два акцента Это 70-летие Великой Победы И то, что в следующий год это будет Года молодежи Мы посчитали, что мы лучшие, поэтому мы победили Думаю, что опять ребята активно включатся и в эту работу также Буквально совсем скоро, уже 10-го, если я не ошибаюсь, января Пройдет в усадьбе Немцевичей ежегодный бал, который ребята будут организовывать своими силами Берестейский тракт, хорошее мероприятие Ребята из клуба любителей ретроавтомобилей проведут тоже ряд мероприятий Один из главных векторов молодежной политики – патриотическое воспитание Тем более, в новом году повод для насыщенной работы в этом направлении более чем весомый 70-летие Великой Победы К списку традиционных мероприятий, проводимых областным комитетом БРСМ Марафону мужества, тематическим встречам с ветеранами Благоустройству территории мемориала Брестка крепость-герой и воинских захоронений Добавится строительство молодежно-патриотического центра Этот объект признает плацдармом для разработки и проведения масштабных проектов В год молодежи его возведение будет торжественно объявлено главной молодежной стройкой Кроме того, что территория комплекса станет площадкой для молодежно-патриотического центра Священная земля цитадели и в этом году будет традиционным местом встреч делегаций студентов из соседних стран Планируем мы проведение крупного студенческого форума Форума молодежных инициатив Планируем проведение палаточных лагерей, лагерей актива для разных категорий молодежи Новым мероприятием мы планируем мероприятия по международному сотрудничеству У нас налажен контакт с молодежной организацией Союза сельской молодежи Республики Польша Мы планируем организацию совместного лагеря при Бужье 2015 Где будут участвовать представители Беларуси, Польши И планируем пригласить из Российской Федерации Самое главное мы проведем, обязательно проведем большой молодежный форум Большой молодежный форум с участием всех категорий молодежи Заинтересованных в реализации государственной молодежной политики Это и молодые семьи, это работающая молодежь, учащиеся, студенты Мы поднимем, конечно же, как в любой молодежной среде, без проблем не бывает, скажем так Мы поднимем ряд проблем, которые сегодня волнуют молодежь, интересуют молодежь И будем искать пути выхода, пути решения этих проблем Кроме этого, в перечень мероприятий по линии молодежи войдут различные форумы и фестивали Направлены на профилактику безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни Также в этом году будет продолжен проект «Открытый диалог молодежи Беларуси. Традиции и будущее» Очень хорошо себе зарекомендовал такой проект ОБРСМ как «Открытый диалог», где молодежь высказывает свои предложения Поднимает какие-то проблемы в молодежной среде И мы его сделали постоянно действующим, и он будет у нас на протяжении всего года проходить В грядущих мероприятиях, организованных по инициативе беретейской молодежи Красной нитью будет проходить культурная составляющая Что особенно актуально, учитывая новый почетный статус города над Бугом Продолжаем выпуск В жизни каждого человека самым главным богатством является семья Как никто другой в заботе и внимании нуждаются малыши Но, к сожалению, далеко не у каждого бывает радостное и безоблачное детство Не все родители добросовестно исполняют свои обязанности Поэтому иногда мальчики и девочки вместо уютного и родного дома Оказываются в стенах интернатов Для того, чтобы поддержать таких детей в нашей стране Традиционно в преддверии новогодних и рождественских праздников Проходит акция «Наши дети» Приобщились к ней сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вместе с которыми в одну из деревень Кобринского района Отправилась и наша съемочная группа Подробности в следующем материале выпуска Новогодние праздники – это излюбленное время всех малышей Это радость встречи с волшебными героями Подарки, хороводы и добрые пожелания Особенно это актуально для воспитанников детских домов и социальных приютов В данном случае ребят детского приюта Кобринского района Для того, чтобы не только их поздравить, но и с пользой провести встречу Сотрудники Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Организовали для мальчишек и девчонок урок здоровья Считаю, что эти акции должны продолжаться Они дают возможность сегодня и нам, как учреждениям, оказывать посильную помощь За счет пожертвований членов коллектива Покупая нужные подарки деткам И одновременно, конечно, мы пропагандируем здоровый образ жизни Поскольку наша задача не только контрольно-надзорные мероприятия Но и пропаганда здорового образа жизни Конечно, гости приехали не с пустыми руками Каждый из малышей получил свой, особый новогодний подарок Это и наборы для творчества, и канцелярские товары, и многое другое Кроме того, ребята принимали активное участие в уроке Рисовали круги здоровья и сами определяли, что полезно, а что нет Здоровый образ жизни, на мой взгляд, это круто То, что занимаешься спортом У тебя есть какое-то увлечение в жизни То есть те минуты, которые сейчас свободные есть, ты посещаешь просто спортом Здесь ничего крутого нету Там, что девочка идет сигаретой, или идет пьяная по улице Мне кажется, на мой взгляд, это вообще должно быть стыдно, что она так делает Сегодня в социальном приюте 12 воспитанников Это ребята дошкольного и школьных возрастов У каждого из них своя судьба, но общая беда, одна на всех Каждый ребенок, который сегодня находится в приюте, остался без попечения родителей Поэтому для таких деток тепло и забота – первая необходимость С воспитанниками учреждения образования работают профессиональные воспитатели и педагоги Однако, даже несмотря на это, самое заветное желание этих детей Обрести настоящих родителей любовь и тепло домашнего очага Я живу в Кобрине, и там моя собака Мою собаку зовут Рекс У меня есть два кота Один черный, один с полосками Мое самое любимое желание – я хочу домой А под новогодней елкой будешь какое-то желание загадывать? Да Расскажи нам, что ты будешь загадывать Хочу домой Мы всегда приветствуем, чтобы дети вернулись в свои родные семьи И всегда работаем в этом направлении Беседы проводим Несмотря ни на какие обстоятельства, из-за которых этим малышам довелось остаться без родителей Они любят их и ждут Хочется верить, что в жизни этих мальчишек и девчонок произойдет свое новогоднее чудо Самобытное историческое Полесье Это небольшой культурный уголок со своим укладом жизни Это музей под открытым небом, где есть свои традиции и обычаи Это место, в котором нет суеты Здесь время идет неспешно и размеренно Полесский край для многих творческих людей стал островком вдохновения В этом списке Павел Куницкий Собственный корреспондент газеты «Вечерний Брест», который увлекается фотоискусством уже много лет Выставка его работ открылась накануне в Брестском музее спасенной художественной ценности Заглянула на вернисаж и наша съемочная группа Три десятка фоторабот представил собственный корреспондент «Вечернего Бреста» Павел Куницкий На суд искушенной брестской публики Это результат большого многолетнего труда не просто журналиста А человека, который с каждым днем открывает для себя и окружающих неизведанные страницы Давно знакомых и полюбившихся многим мест Творческая мастерская для Павла Куницкого – его родное Полесье А автор жанра – сама жизнь Постановочных кадров на вернисаже нет Вот с появлением цифровой фототехники, вот где-то, получается, начало 2000-х годов, когда появились первые цифровые фотоаппараты Я начал фотографировать для газет, туда же пошло-поехало, активно начал снимать Рабочие командировки, путешествия по белорусским рекам, любительские поездки Все это Павел Куницкий запечатлевает в своих работах, благодаря которым рассказывает о стремительных изменениях Полесьского края Автор ставит перед собой задачу максимально сохранить, хотя бы в фотографиях, бесповоротно уходящий в историю образ жизни, быт, культуру и традиции полешуков И это у него бесспорно получается Вот эта выставка, которую представляют очень живо, Полесье, живое, необыкновенно живое Она нам показывает, что до сих пор занимаются темы с самыми промыслами, земледелием, скотоводством, рыбной ловлей Собирают грибы, ягоды, лекарственные травы, как и сегодняшние полешуки, так и их предки И незабытые старинные ремесла Представленная в Бресте подборка работ – это лишь часть того, что подготовил Павел Куницкий Некоторые произведения художника путешествуют по городам Беларуси Познакомиться с экспозицией брещане и гости города над Бугом могут до 1 февраля 7 января Православный мир отмечает Рождество Христово Праздник мира и добра, символизирующий воссоединение Бога и человека Этому великому событию предшествует 40-дневный пост А вечером в Рождественский сочельник в храмах начинаются праздничные богослужения Праздник Рождества, Праздник Семьи, веселый и радостный праздник Я поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, всю Пасху наших православных царств И с этим великим праздником Я желаю, чтобы родившийся Богом владелец Христос вошел в сердце каждого из нас Чтобы это сердце очистилось, чтобы Господь поселился в нем Чтобы это сердце было ему уютным, чтобы он управлял нашу жизнь, живялся в сердце Чтобы наши поступки были только лишь добрыми поступками, чтобы наша жизнь имела смысл Господь, Ты знаешь о нашей жизни, Ты знаешь о нашей жизни, не убери нам в грех, те ошибки, которые мы совершили Прости нам сегодня и дай нам чистый сердце Встретить Твоё Рождество и обещать Тебе, чтобы мы будем становиться лучше Чтобы мы будем делать все для того, чтобы нашему личному жилосу лучше Информационная служба телекомпании Бук-ТВ поздравляет всех жителей Брещины с радостным праздником Рождеством Христовым В этот светлый день пусть радость прольется сплошным дождем благодати на весь мир, на вашу семью Поделитесь с ними этим счастьем Поздравляем всех берестейцев и желаем любви, успехов и удачи Здоровья вам, вашим родным и близким Пусть с волшебным Рождеством придут к вам благоприятные перемены и успешные дела И каждый день будет добрым, плодотворным в работе, счастливым в личной жизни С праздником! А сейчас о погоде Прогноз подготовлен по данным Республиканского гидрометеоцентра В четверг, 8 января, погоду на территории области начнет определять атмосферный фронт Смещающиеся западной Европы и морозы постепенно станут ослабевать Ожидается облачно с прояснениями, местами кратковременный снег На отдельных участках дорог галоледится Ветер южный, умеренный днем, по северо-западу порывистый Температура воздуха минимальная ночью минус 8, минус 10 градусов Днем столбик термометра поднимется до отметки в минус 5-7 градусов Праздничный выпуск провела Виктория Саченко До свидания! Пусть новости в ваших домах будут лишь добрыми! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова